Здравствуйте! Время новостей на канале ОТС. С вами Вячеслав Горланов. О самых важных событиях нашего региона смотрите прямо сейчас. Тяжелую военную технику выгрузили в центре Новосибирска. Какие боевые машины можно увидеть на трофейной выставке российской армии? Посевы полегли, а техника застревает. Какой урожай ждать в Новосибирской области? Полторы тысячи километров на велосипедах. Какие горные вершины покорили школьники Изберска? Новосибирск Выставку трофейной техники стран НАТО под названием «Сила в правде. Гордость и победа» открыли в Новосибирске. Экспозиция переезжает из города в город. В нашем регионе ее дополнили стрелковым оружием, которое также поставляют страны западного военного блока. Репортаж с торжественного открытия смотрите далее. Патриотические песни, военный оркестр, палатки общественных организаций Новосибирска, которые поддерживают наших бойцов на передовой специальной военной операции. Но основное внимание техники. Представлены 14 образцов гусеничных и колесных машин стран НАТО. Два с половиной года Запад поставляет бандеровскому режиму различные чудеса вооружения. А укронацисты, как те самые папуасы, радуются каждой очередной вундервафле, как ярким бусом. И мы это видели уже не раз. И байрактары, и джавелины, и хаймерсы, и леопарды. И чем только нас не пугали и не утверждали, что вот якобы с этого момента перелом наступит и наши части побегут. Как видим, чудес таких не бывает. Все это вооружение бьется, легко бьется русским солдатам. И наглядный пример этого здесь, в центре Новосибирска. Русский дух сильнее любой немецкой и заокеанской брони. Это не раз было доказано в нашей истории, доказывается и сегодня. Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронеавтомобили и хваленный американский танк «Абрамс». Этот всемирно известный тяжеловес был остановлен двумя дронами. Первым дроном «Камикадзе» поразили, моторный отсек остановили, заглушили. Вторым, когда расчет покидал, боевую машину уже в люк добили вторым дроном. Произошла детонация боекомплекта. А детонация была? То есть собирали его, что ли, обратно? Нет, там у шивной панели стоят, получается. А, то есть выбило назад? Да, и люк командиру тоже. Остальная техника была также подбита дронами или нашими артиллеристами. При этом несколько образцов удалось захватить без особых повреждений. А сейчас мы находимся на командном пункте. Здесь так и написано «Хостел Коммандерс» одной из модификаций машин «Брэдли». Наши военные, как рассказывают, обнаружили эту машину с экипажем ФПВ-дроном, но и точным выстрелом наших артиллеристов ее удалось остановить. Самое интересное, что экипаж покинул боевую машину и оставил ее практически в исправном состоянии. Недооценивать технику противника нельзя, говорят участники спецоперации. У одной больше огневая мощь, у другой крепче броня. Но при этом наши бойцы регулярно уничтожают образцы западного вооружения. Бороться с ней можно, если знать ее слабые места и обладать современным вооружением. В том числе то вооружение, которое производится в Новосибирской области. То, что нам поставляется, вот это вот влетает в эту технику, и вот благодаря этому она здесь. Бывало, что наш отряд «Вега» за один день работы сжег 9 единиц подобной техники, включая два танка. Бывало, за один день уничтожалось два «Абрамса», две «Брэдли» и одна «Макс-Про» всего двумя расчетами. Выставка проехала уже шесть регионов. Новшеством в Новосибирской области стала экспозиция также трофейного, но уже стрелкового оружия, которое передают противнику натовские страны. Пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, гранатометы и беспилотники. Проработает экспозиция в столице Сибири до 22 сентября. Вход свободный. Андрей Баев, Александр Миняйло, Новость ОТС. Посевы полегли, почва влажная, техника в поля выезжает с тягачами. А скоро ожидают заморски. Успеют ли селяне собрать урожай? Как болотненские аграрии бьются за каждую тонну зерна? Смотрите в следующем сюжете. Частые и обильные осадки превратили полевые дороги в непроходимые. В переувлажненной почве вязнет даже современная техника. Такая погода ударила по аграриям. Посевы местами полегли и убрать их трудно. А порой и невозможно. 12 августа мы вышли в поле на горох. Началось весело, дружно. Провели десекацию. Комбайны подготовили, машины подготовили. Ну и вот пришли к тому результату, что за месяц уборки смолотили 800 гектар. Со такими мощными комбайнами. Короче, плакать хочется. Погоды нет. Погоды нет конкретно. С 12 числа ни одного полного дня в поле рабочего нет. Либо с утра, либо с обеда, либо три часа, либо четыре. Уборочная компания серьезно отстает от графика. Аграрии используют каждый погожий час. Технику отправляют в поле часто с тягачами. Но водители не унывают. Говорят, и не такое видали. Аналогичная ситуация была, наверное, в 88-м году. Таскали тоже тракторами, прям машину вообще таскали. Это, по-моему, в 88-м году. Или в 87-м. Ну, что-то вот в этом году. Тогда в колосе прорастало даже зерно. Было не влезти, не вылезти в поле. Но нынче еще сходно. Приноравливаются к непростым условиям и комбайнеры. Снижают скорость, внимательнее следят за жаткой. Сложно. Сложно справляемся. Ездим медленно. Из-за погонных условий, что сыра плохо обмолачивается. Тяжелее всего ситуация обстоит здесь с горохом. Посевы полегли. Некоторые уже не собрать. Планы уборки меняют под сегодняшние реалии. Мы сегодня будем готовиться к тому, чтобы убрать в первую очередь семенные участки. А потом уже смотреть, потому что есть возможность выйти на горох, вышли на горох. Если нет, то влажно или как-то выйдем на рапс. То, что первое продуется или куда мы можем добраться, там и будем работать. Напомню, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Возможно, аграриям компенсируют потери. Михаил Якимов, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новости ОТС. В Новосибирске открыли сквер Героев Донбасса. Раньше на этом участке, на пересечении улиц Никитина и Воинской, были самовольные постройки и старые деревья. Теперь территорию благоустроили. Появились тротуары и велодорожки, освещение и система видеонаблюдения. Здесь вот тубус у нас получается от противотанковой управляемой ракеты «Энлав» английского производства. Ну, большие фпи-дроны, которые поражают технику. И представлены у нас, получается, шлемы. Ручные и противотанковые гранатометы, разведывательные дроны самолетного типа. У стенда Росгвардии все желающие могут рассмотреть боевые трофеи. Жители Октябрьского района пришли на открытие обновленного сквера памяти Героев Донбасса. Россия – это сила, сила, слава, великие люди. Раньше сквер назывался Воинский. Он был заброшен. Жители дали наказ депутатам благоустроить территорию. Все пожелания учли. На площади 8 гектаров провели масштабную реконструкцию. В 2020 году я принял наказ от вас, уважаемые соседи, уважаемые земляки, октябрьцы, что надо сделать этот сквер. И если бы у нас не было единодушия с вами, с администрацией района, с мэрией города Новосибирска, только вместе мы можем делать такие серьезные, большие вещи. И этот сквер, он теперь останется на долгие-долгие годы. В честь праздника для гостей выступили артисты филармонии и музыканты городского духового оркестра. Организовали развлекательные площадки, фотозону с ретроавтомобилями, настольные и спортивные игры. Угощали солдатской кашей. На территории высадили 20 сибирских елей. В сквере появились тротуары, велодорожки, скамейки, камеры видеонаблюдения. На месте железных гаражей, хаотично разросшихся деревьев и самовольных построек – новые зеленые насаждения, детская и спортивные площадки. Мы постоянно здесь гуляем, прогулываемся. Мы из ТОСа Пульс. В принципе, мы здесь все это делали очень частенечко. Мы чистили, лес убирали, у нас субботники здесь были. В сквер переименовали, чтобы увековечить память воинов-сибиряков, принимавших участие в специальной военной операции. Татьяна Кияева, Александр Ведерников, Новости ОТС. Бердск тоже становится более зеленым. В городе зацветут клены, черемуха, спиреи и калина. Сегодня высадили 70 саженцев на улице Первомайская. Лопаты в руки взяли сотрудники администрации и жители города. За процессом наблюдала и наша съемочная группа. Муниципальные служащие взяли лопаты, чтобы высадить аллею деревьев и кустарников. На улице Первомайской будут расти спиреи и клены генала. Весной в городе провели массовую вырубку аварийных деревьев. Сейчас восстанавливают численность зеленых насаждений. Кроме того, что рубить деревья, нужно еще и садить. И поэтому мы начали осенью длинную акцию. Она будет ежегодная теперь. Осенью и весной будем садить и деревья, и кустарники. Будем город делать краше для глаз, для наших жителей, комфортнее, зеленее. Все саженцы приобретают питомники бердского лесхоза. Они адаптированы для сибирского климата и при должном уходе имеют стопроцентную приживаемость. Мы, конечно, сейчас будем ставить защиту для этих деревьев. Конечно, договариваемся с нашим ЦМУ, кто обслуживает дороги, чтобы не засыпали снегом и песко-соляной смесью. Ну и, конечно же, Управление природных ресурсов будет следить за данными зелеными насаждениями. При формировании долгосрочного плана озеленения специалисты Управления природных ресурсов учли пожелания горожан. Очень красиво, не ожидал. Рад, так как работаю здесь, теперь буду выходить, смотреть на клён. А здесь всё-таки центр. Хотелось бы, конечно, приятно пройтись, прогуляться. Чисто, красиво, аккуратно. Мы только за. В сентябре в Бердске высадят ещё две аллеи. Через неделю в районе микрорайона «Космический» планируют посадить почти 100 молодых саженцев – клёны и черёмуху Маака. Ещё одна аллея появится на улице Боровая. Здесь вдоль лесного массива высадят Калину. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС «Бердск». Фемида приговорена к новоселью. Мировые судьи сразу двух районов Новосибирска поменяют прописку. Весеннее 12А. По такому адресу будут принимать заявления и вести процессы для жителей Калининского и Зайльцовского районов. Места хватит всем. Подробности у Константина Клещина. Кабинет судьи. Он же зал для процессов. Он же столовая, склад и архив одновременно. Протекают коммуникации. Воздух пропитан влагой и зловонными испарениями. В подвале дождевая вода сочится даже сквозь фундамент. Грибок и плесень цветут, как в оранжереи, съедая штукатурку и архив. В таких условиях пока ещё работают мировые судьи Зайльцовского района. Это, конечно, формирует отношение людей к судебной системе. Оно какое-то пренебрежительное становится. Поскольку, если мы сами себя не уважаем и находимся в таких условиях, то какого уважения мы хотим от людей? Совсем иную картину уже в октябре. Посетители увидят в новом здании Зайльцовского суда на весенней 12А. У мировых судей и их помощников будут отдельные кабинеты, как и залы суда, которые ещё подготавливают для гражданско-правового и уголовного процессов. В этом году для сотрудников мировой юстиции много хороших новостей. Уже переехали судьи нескольких участков Кировского и Дзержинского районов мегаполиса, а также Татарского, Черепановского и Болотнинского районов области. У нас даже история такая была замечательная, когда мы только открылись первый месяц, и пришёл у нас по административному правонарушению клиент. Заходит на второй этаж босиком, а секретарь у него говорит, а почему босиком-то? Он говорит, а как у вас тут такая красота, такое чистое, даже в обуви, и проходить страшно. Случаев, когда мировая юстиция находится в посредственных условиях, всё меньше. Но дело нелёгкое, говорят сотрудники управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. Это специальный орган исполнительной власти, который изучает ситуацию. Свободной госнедвижимости, годной к эксплуатации, в регионе почти не осталось. Выход – долгосрочная аренда. И бизнесмены на это откликаются. Мы присутствуем во всех районах Новосибирской области. Соответственно, у нас географический разброс очень большой. И в районах, особенно в отдалённых районах, всегда стоит вопрос именно по поиску надлежащих помещений. Функции этого управления, конечно, гораздо шире, чем вопросы недвижимости. От кадров для аппарата мирового судьи до его мантии. Только на канцелярию и услуги почтовой связи ежегодно тратится совокупно почти 160 миллионов рублей. Сегодня Управление по обеспечению деятельности мировых судей отмечает своё 20-летие. К юбилею журналисты ОТС сняли фильм. Смотрите на нашем канале. Константин Клещин, Валерий Павлов. Новости ОТС. Пища для ума. Тысяча новых изданий и более ста мероприятий за три дня. Сегодня в ГПНТБ открылся 10-й юбилейный фестиваль «Книжная Сибирь». Среди гостей Шамиль Идиатулин, Анна Ревякина, Милена Завойчинская и другие известные писатели. Мы постарались удовлетворить запросы максимально широкой аудитории читательской, всех книгачей. У нас мастер детектива, у нас мастер женского фэнтези, у нас победитель книга года, на минуточку, Алексей Варламов. Буквально вот мы узнали два дня назад, что его книга «Последний ОТС» вошла в короткий лист и стала победителем книга года. Алексей Варламов проведет встречу со студентами. Так что, в общем, от самых маленьких до самых взрослых мы ждем всех на фестивале. В рамках фестиваля проходит межрегиональный конкурс «Книга года. Сибирь-Евразия», фестиваль детской книги «Сибирский воробей». Десятки мастер-классов и творческих встреч, концерты. Ведущие издательства страны привезли свои книги. На прилавках можно увидеть и биографию Илона Маска, и сказки, и научную литературу. Среди участников – культурные центры, библиотеки региона. Так, областная молодежная представила сохранившиеся в фондах пластинки. В режиме нон-стоп в фестивале звучит музыка, стихотворение современных поэтов. Среди почетных гостей – педагог, телеведущая и главная красная шапочка Советского Союза Яна Поплавская. Я была на книжном фестивале совсем недавно, и во Владимире, и в Архангельске. С моей точки зрения, что сейчас время такое, мы с вами сами понимаем, достаточно тяжелое и сложное. И это самый лучший, самый классный, самый честный, самый достойный формат фестивалей – это, безусловно, книжные фестивали. Увидели самое глубокое озеро и побывали на древнем горном массиве – бердские туристы. На протяжении трех недель они путешествовали по России на велосипедах. Как справились с испытанием и куда отправиться дальше – в нашем сюжете. По горам на велосипедах. Школьники из Бердска пересекли одни из самых высоких вершин Бурятии. Уже не первый год они путешествуют по России в рамках детской многолетней экспедиции. Маршрут «Великий сибирский путь» – Московский тракт проходит в пять этапов и насчитывает 6,5 тысяч километров. В этом году завершился его четвертый этап. За 22 дня группа из 8 человек преодолела 1426 километров от государственной границы Монголии до Красноярска. Главной особенностью этой части маршрута был горный хребет Хамар-Дабан, огибающий южный берег Байкала. Его прохождение стало самым тяжелым испытанием для велосипедной команды. Четверо суток вне цивилизации, подъем на тысячу метров и нелегкие дорожные условия. Я держу его, да я держу. Ты видишь, куда он погрузился? Первые двое суток, по-моему, мы поднимались. Конечно, половину пути тащишь велики на себе, очень крутые подъемы. Вторую половину был спуск. Было маленько попроще, но все равно боязно, что камни, все сыпалось, под тобой дорога катится. Едешь аккуратно. В поселке Танхой велосипедисты спустились к берегу Байкала, где запланирована переправа на северную часть озера. По пути на противоположный берег они остановились на точке, приближенной к максимальной глубине – полторы тысячи метров. После байкальской переправы группа закончила таежную часть маршрута и продолжила движение по федеральной трассе. В тайге намного круче, интереснее, познавательнее и страшнее, опаснее. Когда ты едешь монотонно по трассе, это не так уж забавляет, когда ты вот так вот по горочкам поднимаешь велик, потом спускаешься на тормозах, потому что спуски были отвратительными, все каменистые, колеса скользят. А так вообще шикарно. Мне таежная больше понравилась. Для своей экспедиции команда выбирает маршруты старого московского тракта, который находится севернее современных магистралей. Поэтому на пути встречаются деревни, история которых насчитывает несколько столетий. В населенных пунктах группа наполняет запасы питьевой воды и продуктов. В больших городах школьники посещают краеведческие музеи и местные достопримечательности. Так они знакомятся с историей Сибири и ее влиянием на развитие нашей страны. Следующим летом экспедиция завершается пятым этапом. Он проследует от Москвы до Екатеринбурга. По его окончании ребята смогут сказать «Мы прошли великий сибирский путь». София Одегова специально для ОТС. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на Гурсайте. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 14 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Влажность 57%. Температура ночью плюс 12-14, а днем до 18 градусов тепла. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. В воскресенье плюс 9-11, в понедельник до 10 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь с нами. Новосибирск Новосибирск